Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Богатыри. День первый, забираем с тобой награду, сундук, 100 листочков и один какой-то меч. Так, история. Здесь переговорчик, сделай 5 выборов в диалогах. Забираем и сундук. Что? На складе нет места. Улучшить склад. Ага, улучшаем. Улучшаем, друзья мои. Так, здесь у нас сундучок. Отдайте, пожалуйста, мне 100 листочков и все. Ну, допустим. Так, что у нас тут? Исследование. Так, не хватает ресурсов. Ага, открыть. Это мы с тобой сделали. Подожди-ка. Открытие сундуков с металлом. Можно сделать, кстати, вот это вот исследование. 9 минут будет делаться. И пока все. Здесь пока все, друзья мои. Так, тут у нас что? Забираем награду. Слитки, меч и листочки. Так, пускай будет открываться. Здесь то же самое. А этот бесплатно. Ну, как-то вот так, ребята. А здесь что? Что у нас тут? Тайник. Бесплатный сундук. Блин, да что ж такое-то? Улучшить склад. А у меня не хватает металла. Понимаешь, металла нет у меня. Надо где-то заработать. Вот, кстати, скоро мы с тобой получим третий уровень. Так, ну что, где мы с тобой остановились? А это еще что такое? Купить. Скорость добычи в час. Слушай, так ведь мы могли улучшать сами. Почему? Почему я должен покупать этот час? Интересно мне знать. Так, ну что, Алеша Попович. Давай посмотрим, что мы с тобой можем улучшить. Практически все. В плане, плюс один уровень за семь гемов. Вот. Максимально улучшил, прикинь. А здесь не хватает монет. Ну да, я все деньги только что спустил. Молодец, красавчик. Награда. Пять гемов. Отлично. Так, ну что, выходим на карту и смотрим, что у нас тут есть. И что у нас тут есть? Ну-ка, е. Бесплатный сундук, ребята. И нам выпадает, опять же, слитки, броня и листочки. Так, шахта у нас пока закрыта. Откроется после прохождения 23-й миссии. Вот оно как. А здесь, когда откроется, обеспечивает постоянную добычу трав. Откроется, ага, после 11-й миссии. А мы с тобой сейчас находимся вот здесь. Верно же? А, требуется 3-й уровень. Слушай, а как же мы с тобой... Понял. Кажется, я понял, ребята. У нас здесь налет. Две банды лучше, чем одна. Наши разведчики узнали, что две банды хотят объединиться и общими силами разграбить приграничную территорию. Против такой силы даже богатырям придется туго. Нужно им помешать. Проберитесь за границу и уничтожьте одну из банд, пока они не объединились. Так, мы можем встать в бой, найти 40 монет и сундучок. Ну что, друзья мои, погнали. Кем будем играть? Ага, тут только Добрыня. Ну что же, Добрыня тоже неплохой мужик. Так что он же, по-моему, с щитом, насколько я помню. Так, я уже забыл, правда, какие кнопки у меня. На, на тебе. Тихо. Так. Бумс. Ай, в капкан, в капкан, ребят, попал. Ну, конечно. Попадаем мы в капкан. Ну что ты тут стоишь, а? Бомжара. Готов, хлопчик. Так, это у нас... Тихо. Подбили. Слушай, может быть, нам вниз пойти? Или все-таки наверх пойдем? Так, здесь разоб... Ага, нам все-таки все равно, ребята, вниз надо идти. Ну. Готов. Готов. Вот так вот. Тихо. Тут у нас впереди капкан, я вижу. Слушай, а не обязательно, наверное, внизу, да? Разбираться. Ну да. Как ты понимаешь, мы с тобой прошли. И, кстати, уровень у нас сейчас повысится. Уровень пройден. На карту. А нам нужно с тобой, чтобы продолжить историю, третий уровень. Так? Ну-ка проверим. Прав я или нет? Уровень повышен, да, друзья мои? Ну, зачем вы меня сюда отправляете? Ну что? Идем с тобой. Поход за волшебной землей. Бабуля говорит, что для запуска фермы нужна волшебная земля. Хотя ты это и так знаешь. Отправляйся без промедления. Смотри, у нас тут какой сундук. А рекомендуется, я так понимаю, 15 силы. Алеша Попович. Собственные персоны, друзья мои. Ну что же, Алеша Попович у нас ходит с мечом, насколько я помню, да? Да. Так, тихо, тут колышки. Скелетош, а? На тебе. Хе-хе, прям со спины. Ого. Так, ребята, вот это опасно. Ты видишь, внизу колье? Поэтому нам надо быть очень-очень аккуратным. На тебе. Хе-хе. Хе-хе. Достоялся, долюбовался. Бамс. На тебе. Так, мы можем с тобой спуститься вниз. Видишь, как замечательно все. Так, погоди-ка. А почему вот здесь вот я не могу, как тебе сказать, увернуться? Вот я не могу вернуться вот от этих топориков и все. Это прям обидно. На тебе. Так. Интересно, а бусы здесь будут или нет? Капкан, господи, капкан. Вляпался надо было, а? Ведь видел же его. Слушай, ну, Алеша Попович на самом деле очень, как тебе сказать, крепкий, сильный мужичок. Бомбит просто на изи. Так. Перепрыгиваем. Замечательно. Куда ты побежал-то, Алешенька? Алешенька, сынок. Бежит он там с нами голову. Слушай, у нас мало здоровья. О! Это что за... Так, а если я сделаю? Вот таким образом. Вот и все. Да, друзья мои, уровень становится, скажем разом, все сложнее и сложнее. Идем с тобой за волшебной землей. Да еще как-то непривычно, было бы на геймпаде, было бы круто. Тревожно мне, Алеша. Чуют мои подковы, ждут нас большие проблемы. А так, спросить, почему Юлий боится. Юлий, ты же богатырский конь. Не пристала тебе бояться? В том-то и дело, что я конь, а не богатырь. И вообще, вся эта история с Черномором кажется мне подозрительной. А по-моему, все просто. Он напал на нас, и мы его победим. Нет, погоди. Вот если бы ты был Черномором. Не хочу я быть Черномором. Ладно. Если бы я был Черномором, то стал бы я прятаться, если бы был таким могучим колдуном. Не знаю. Я бы точно не стал. А он прячется, и это подозрительно. А мы почти пришли. Волшебная роща должна быть вон за теми кустами. За теми кустами. Ну, давай посмотрим. Захватчики волшебной рощи. А вот и волшебная роща. Только, похоже, она уже занята. Интересно, кто это решил, что может помешать богатырям спасать родную землю? Покажем им силушку богатырскую. Силушку богатырскую. Я ни с куличкой не против. Давай покажем силушку богатырскую. На тебе, скелетоша. Уже там готовился удар сделать. На-ка. Так, секунду. А куда мне наверх? Смотри, смотри. На стреме стоит. Готов. Холодец. Так, здесь как-то опасно. Если честно. А-а-а. Мы можем перепрыгнуть, да? Но мы можем с тобой и вот сюда пойти. А зачем мне сюда пошел? За монеткой. Куда ж ты? Ой, Алешенька, Алешенька, а. Да, господи, ну что? Тебя постоянно кто-то бомбит. Есть контакт. Так, тут перепрыгиваем. Слушай, я не понимаю, почему он бежит-то, сломя голову, сам. Что за заедания такие? Он периодически просто сам, ребята, бежит. Без моего ведома, поверь мне. И это плохо. Потому что так мы с тобой очень много тратим здоровья. Окей. Да-да-да. Нормуль. Нормуль. Слушай, смотри, какая-то избушка тут. Кстати, эту игру, друзья мои, делали те же самые аниматоры, которые рисовали игру благодаря, ну, то есть, Алеша Попович, да, вот это вот все. Я читал про нее информацию. Там студия мельница, по-моему. Ну что, а мы с тобой идем на карту. Так, и что же у нас тут с тобой откроется? Мы должны взять земельку, так? А ну. А ну, отдавайте волшебную рощу и не подумаем. Так, пригрозить зайцам. Что, хотите отведать силушке богатырской? Не пугай богатырь, пуганные мы уже. Так я ж не пугаю. Я предсказываю. С большой точностью. Так, ринуться в бой, наверное, да? Что ж, вы сами напросились. Тем более, сейчас подмога подойдет. Давай, давай. А то с тобой одним скучно. То есть, им по барабану? Зайцы не сдаются. Зайцы переростки не отступают. Но, мало того, их целая стая. Придется тебе попотеть, чтобы добыть волшебные земли. А почему-то сундук я найти здесь не могу. И рекомендуется силы ноль. Как-то так. Освободить место. А как я должен освободить место? Вот, друзья мои, вот объясните мне. Завершить. Открывание сундуков с металлом, да? Где у меня вообще здесь... Так, может быть, бомбу сделать? Создать. Так, все. Металл закончился. Здесь больше ничего. Так, зелье. Тоже не могу ничего сделать пока. Так, здесь мы с тобой забираем награды. 120 металла. Здесь у нас... Ох ты. Какие-то пергаменты, свитки. Открыть. Еще 15 свитков. Ё-моё. Шикарно. И здесь забираем. Превосходно. Ну, только одного не понял я. Друзья мои, где мне освободить место? Как это сделать? Создать. Зачарованная бомба. Хм. Зачарованная бомба. Так, здесь я могу улучшить доспехи. Докупить? Нет, не надо мне докупать. Перебьемся. Так, ну что? Теперь-то можно идти сюда или нет? Вы не сможете найти на уровне сундук. Все равно начать бой. Да, да, начать бой. Сундук я не могу открыть. Почему-то у меня пере... Этот... Как сказать? Инвентарь весь заполнен. Да чтоб тебя. Слушай, тут чувствуется, ребята, что... Илья Муромец-то у нас... Как бы тебе сказать? Слабоват будет. Без прокачки-то вообще слабоват. Надо нам что-то с тобой делать. Иначе мы так далеко не уйдем. Верно? Да, слабоват будет. Так, ну что, открывается? Открылась, да, у нас? Угу, прекрасно. А вот и уровень, в принципе, пройден. Слушай, довольно легко. На самом деле... Так, все-таки нужно разобраться, что у нас на складе. Как освободить место. Ну что, отведали силушки богатырской? Не спеши радоваться, богатырь. Нас тут целая стая. Мы рощу никому не отдадим. Сказать, что роща общая. Ну, вообще-то, волшебная роща общая. Была общая, а стала наша. Вот, значит, как. У нас с богатырей с захватчиками разговор короткий. Вот и я гляжу, как ты уже битый час перед нами распинаешься. Так, попросить у них волшебной земли. Братцы, дайте мне просто землицы волшебные набрать, и я уйду. Вот еще. Сейчас ты наберешь, а завтра двое придут. Так и нам не останется. Никто не придет, я один. Знаем мы вас людей. Врете вы все. Не дадите, значит. Не дадим ни крошки. Ну, держите все ушастые. Ушастые. Так, дай-ка я все-таки разберусь со складом. Где у меня вот склад? Объясни мне. Получить награду. Использовать. А что использовать? А, у меня 10. Давай. Вот оно как работает. Не хватает ресурсов, я уже понял. Так, для получения требуется доступ. Открыть доступ. А-ха-ха. Нет, спасибо большое. Я перебьюсь как-нибудь без ключика. Что у нас тут? Исследование. Так, увеличить на 20% количество золота на локациях. Количество трав, ну как так. Мне, наверное, надо золото, ребята, лучше всего, да? Ускорить. Так, здесь еще у нас исследование доспехов Добрыни. Исследование оружия Добрыни. Ох, е-мое. Тут каждую броню, что ли, отдельно? Исследуешь. Урон, бомб. Ускорим. Так, ресурсов больше, к сожалению, нету, друзья мои. Так, подключить. Понятно. Ну что? Мало силушки усилить. Так, нажать экипировать. То есть, ты понимаешь, чтобы мне, например, пройти уровень, а мне, оказывается, нужна еще силушка. Мало силушки. Сколько нужно, я не могу понять. Зачем зайцам волшебная роща? Вот ты хоть что делай, я не могу понять по поводу склада. Где у нас склад? Вот он, по идее, да? Или нет? Тут сундуки. То есть, у меня как бы все забито, получается, да? Все забито сундуками. Теперь у меня появилось место, скажем так. Ну-ка, давай-ка я сделаю вот так вот. Так, открыть касанием. Открыл. Слушай, гемы, наверное, нам пригодятся. Не стоит их так просто тратить. Это шахта. Вместимость шахты я могу купить, ребята. За 10 гемов. Скорость добычи в час. Вместимость шахты 10. А, это вместимость шахты, ребята. Купить это за 299 рублей. То есть, опять донат, да? Пошел. Чистой воды. Так, а что у нас вот тут вот? Захваченной деревне. Наглая банда захватила целую деревню и заставила жителей работать над их. Превратила их в своих рабов. Люди живут в страхе и без надежды на спасение. Один из жителей вырвался из плена и просит о помощи. Вот это я, пожалуй, выполню. Блин, нам нужно с тобой очень много денег, очень много ресурсов для того, чтобы, понимаешь ли, подкачать силушку богатырскую. Илья Муромец вообще как-то слабенько бьет. Вот серьезно тебе говорю. Ну, посмотри. Поэтому, наверное, и нужна нам силушка богатырская. Потому что ему дальше, ну, просто делать нечего. Его раздеребанят там. Так что будем прокачивать, прокачивать его в первую очередь. Алюша Попоевич, по-моему, у нас самый крутой. Как я так понимаю, ребят. Могу, конечно, ошибаться. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Да, Илюшенька. Очень слабенько, конечно, очень. Ну что, идем на карту с тобой. Давай-ка мы сейчас возьмем... Слушай, а как делать силушку богатырскую? Как прокачивать именно тому персонажу, которому я хочу так обновить налеты сейчас? Не надо. Через 75 минут. Ну, то есть, грубо говоря, через час 15 у нас с тобой будут новые, да, налеты. Тут что-то выполнили. Ага, забираем. Сундук. На плечи. Так, на неделю. Два дня подряд. Три дня подряд. О, тут сундучки. Так, вперед в неизведанное. Пройти 4 сюжетные миссии. Это мы с тобой сделаем. Обязательно сделаем. Но вначале как-то надо прокачать мне моих героев. Открыть бесплатно. Конечно, открыть. Открыли. Да что ж меня все сюда-то тянет, а? Нажать. Где у нас прокачка идет? Это исследование. Это зелье. Вот. Где у нас Илья Мурбец? Вот, Илюша, да? Что у тебя слабое? Блин, 60 монет. Мне не хватает буквально одной монетки. Да, докупить. Ну, пришлось, друзья мои, так сделать. Прогресс открытия. Ух ты, он получит копье. Оно сразу уже будет улучшенное. Тут 54 атаки, тут 56. Ох, 163. 303. А что там будут офигенно лютые эти, что ли? Я не могу понять. Лютые враги? Уж настолько прям. Да как так-то? Блин. Я Илью Муромса прокачивал. А нужно было прокачивать Добрыню Никитича. Ё-моё. Вот это я лопухнулся, ребята. А мы можем? Можем, да? А на плечи? Эх, не хватает денежек. Экипировать нажатием. Но. Все геймы спустил, а? Все абсолютно, ребята, геймы спустил. Ну, а теперь, как там по силушке? Подхожу? Теперь подхожу, друзья мои. Ну что же, пойдем в бой. Не все так просто, друзья мои. И идти. Нет у тебя силушки богатырской. Фиг тебя куда впустят. Ну и что там стоишь? Вот, теперь я понял, почему там нужна была силушка-то. Ну что, враги очень сильные, крепкие уже. Отлично. Куда ты, скелет, разогнался? На. Так, пойдем наверх. Так. Давай. А, нужно подбить всех. Дай-ка я бомбочку возьму. Готов. Блин, в капкан попал, а? А вот это что такое? Я вот никак не могу понять. Видишь, желтая полоса вот эта вот. Еще ты стоишь. Странный ты какой-то, Добрынешка. Стоит, лыбится. Враг впереди, а он улыбается ему. Ну. Почему-то тот атаковал со спины, а этот со спины атаковать не хочет. Ну. Блин, мало здоровья, друзья мои. Еще эта мышь летучая плюется, которая возле... Ух ты. Это что, я получил уровень, что ли? Смотри. Восстановил все хп себе. Но. По-моему, уровень, друзья мои, ее заработал. А, аптечка, аптечка, конечно же, сработала. А не уровень. Так, скелет, Тоша. А. Че ты тут стоишь-то со своей дубиной? Погоди-ка, я немножко заплутал, знаешь, в плане чего? Куда мне идти надо? Вот это я что-то не могу понять. Судя по карте, мы с тобой вот здесь находимся, да? А внизу сокровища еще какие-то есть. Тихо ты. Да что ты тут приземлился, а? Ну, молодец. Так, где у нас? Вот тут вот. Вообще не туда пришел. Так, а куда надо-то? Куда мне вообще нужно? Ты будешь спускаться сегодня или нет? Блин, я заблудился. Я заблудился, друзья мои. Я что-то не могу понять, куда мне нужно идти. А, ну стрелочка же показана, господи, куда идти. Что совсем как этот? Стрелочки. То есть сейчас нужно наверх. Сюда. Вот и финиш. На тебе. Да. Ну что, они дадут нам землиц-то? Или не дадут все-таки? Хотелось бы мне узнать. Ну что, по-хорошему уйдете или опять по-плохому вас спросить? По-плохому. Нам все одно идти некуда. Так, спросить, почему им некуда идти? И почему же некуда? Вон лес какой большой. Богатырь, ты на меня посмотри. Я по-твоему чем в лесу питаться должен? Так мне почем знать, что вы едите? Траву там или морковку? Мне той морковки мешок нужен. Или одна, но большая. К чему ты клонишь, не пойму. Тому, что только здесь, в волшебной рощи, можно такую морковь вырастить. Так что мы отсюда не уйдем. Спросить, где они раньше жили? Ну хорошо. Ваша морковка-переросток растет только здесь. А раньше где вы жили? В соседнем лесу? Там тоже земля плодородная. Так и жили бы себе там спокойно. Чего вас сюда нелегкая принесла? Будто сам не догадываешься. Сила темная, лес заплодила. Пришлось нам новый дом искать. Вот значит как. А если мы вам поможем дом вернуть? Мы вам только спасибо скажем. Надо это обмозговать. Помочь зайцам. Так уж и быть. Поможем вам. Вернем ваш дом. Не ожидал от человека помощи. Спасибо. Так, друзья мои. У нас с вами наклевывается дело. Но сначала получим награды. Так, листочки. Металл. Так, здесь у нас что? На плечи. Забираем. Ох ты. Шикарно. Ну что. Давай глянем, что у нас тут. Освободим волшебную рощу. Пора разобраться с зайцами. По-доброму или по-плохому. Ферма скоро будет открыта. И это окупит все приложенные усилия. Ну, так как Алеша Попович у нас прокачанный топово. Поэтому у нас с тобой есть 75 силы в бой. Мы будем сейчас драться с кем-то? Или просто проходить с тобой уровень? Не, ну Алеша, конечно, крут. Тут даже говорить не о чем. Рубашит на изи. Так. Даже никто ничего не успевает ему сделать. Прикинь. Ну. Секунду. Что опять не так? Вражинка. На тебе. Все? Открылось? Прекрасно. Готов? Готов. 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 На тебе. Стоит там. Так. А нам надо наверх. Ой-ой-ой. А я могу сделать вот так вот. Двоих сразу прикинь. Одной бомбочкой. Тут и оно. Будут знать супостаты, да? Так. Мы можем просто вот сюда вот пойти наверх. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Капкан. Да господи. Капканчик. Все. Уровень пройден. Довольно легко. Для Алеши Поповича вообще, ребята, это было как-то изейше. Так, ну что? Мы освободили им землю или как? Неужели наш родной дом? Да, живите спокойно. Теперь вас тут никто не тронет. Бабуля, я принес волшебную землю. Как же тебе это удалось? Рассказать. Ты не поверишь. Кого мы там встретили? Гигантских зайцев. Вот так номер. И что же они забыли в волшебной рощи? Жили. Пришли туда из соседнего леса. А вы что? Пришлось их родной лес освобождать. Теперь и зайцы сыты, и мы довольны. Какой же ты молодец. Настоящий богатырь. Прости, бабуль. Побегу я. Нужно к походу в Египет готовиться. Беги, конечно. А я буду ферму обустраивать. Опачки. Прирост урожая. Получи ферму десятого уровня. Получай более 110 листочков каждый час. Листочки, листочки. Так, что нам тут? Да, друзья мои, вот она наша ферма. Улучшить можно ее, кстати. Требуется четвертый уровень. Ну да, как-то так. Ну, тут дорога длинная, конечно, еще будет. На самом деле. Вот мы в Египет с тобой попадем. После Египта куда-то, наверное, поплывем. Я так понимаю. В другие края. Ну что, ребята. Давайте мы, наверное, с вами на этой ноте закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. Субтитры создавал DimaTorzok